МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год – один из самых главных и долгожданных праздников в нашей стране. В преддверии этого дня миллионы людей по всей России готовились к 1 января. Покупали подарки для родных и близких, наряжали ёлки, планировали свои новогодние выходные. Наша республика не стала исключением. Центральную площадь Черкеска украсила искусственная ель 22-метровой высоты. Она, как и десятки других элементов новогоднего убранства, поступила в Карачаево-Черкесию в рамках договорённости главы региона Рашида Тимрезова с председателем совета директоров компании «Евроцементгрупп» Филаретом Гальчевым. Состоит она из металлического каркаса, в который вставляются почти 2000 еловых веток. Главная ёлка республики была украшена четырьмя тысячами игрушек, несколькими километрами гирлянд и 166 тысячами лампочек. А рядом выстроился целый ансамбль из 20 или и поменьше. Ещё одним приятным сюрпризом для горожан и гостей столицы стали фигуры животных, установленные в Центральном парке. А композиции светодиодных ёлочных игрушек, леденцов и других праздничных арт-объектов несомненно создавали у жителей и гостей города предновогоднее настроение. Концепция украшения площади задумана так, чтобы созданная атмосфера стала сказочной. Новогодние арт-объекты придутся по вкусу и самым маленьким жителям Карачао-Черкесии, и, конечно же, не оставят равнодушными и взрослых. Ну а в ночь с 31 на 1 главная площадь Черкеска стала местом притяжения для тех, кто решил не дожидаться прихода следующего года, сидя дома у телевизора. Не заскучать, не тем более замёрзнуть им не давали участники многочасового концерта, развернувшегося на площади в эту ночь. Праздничное настроение в буквальном смысле витало в воздухе, заряжая гостей и участников представления новогодним позитивом. С Новым годом! С новым счастьем! Крепкого здоровья – это самое главное. Счастья, благополучия, мирного неба над головой. С Новым годом, любимый город! Счастья, здоровья, долгих лет жизни, чтобы продолжал процветать, радовать нас красотой. Со сцены на площадь летели новогодние хиты, которым зрители охотно подпевали, а многие под них ещё и пританцовывали. Сверкающая гирляндами 22-метровая ёлка распространяла вокруг себя сказочную атмосферу ожидания чуда. На встречу с которым жители Черкеска приходили целыми семьями, попутно озаряя улицы со звездиями бенгальских огоньков. Новый год – праздник из детства. Но даже взрослые в эту ночь с задором и нетерпением ждали наступления полуночи, когда бой курантов дал сигнал загадывать желания себе, близким всей республике. Желаю всем с Новым годом, счастья, здоровья, и чтобы всем было тепло и хорошо. С наступающим вас всех! С Новым годом! А в первые минуты 2019 года небо над Черкесском разорвали ослепительные гроздья праздничного фейерверка. Под их разноцветные огни, окрасившие зимнее небо во все цвета радуги, Новый год вступил в свои права. А уже через несколько дней православные всего мира отметили главный церковный праздник – Рождество Христово. Во всех храмах Карачаева-Черкесии прошли рождественские службы, на которых присутствовали тысячи людей. А предшествовал Рождеству сочельник – последний день сорокодневного поста. У православных он бывает дважды в год – накануне праздников Рождества Христово и Крещения Господня. В этот день особое богослужение в храмах полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается как от будничных служб, так и от служб в само Рождество. Принято читать ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителя. Священник совершает освящение пяти хлебов, пшеницы, вина и елея. Звучат песнопения, посвященные Рождеству Христову. Так плавно церковь подводит прихожан к священному празднику. Поздравил всех православных с великим праздником и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Поздравительное письмо от его имени зачитал заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Сергей Гуско. В принципе Рождества Христова понятны и близки людям всех конфессий. И этому пример наша Карачаева-Черкесия. Где в мире и согласии, уважая духовные ценности друг друга, живут представители разных народов и вероисповедания. Дорогие земляки, в этот светлый праздник искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, в любви, согласии и достатке. Счастья, мира и процветания каждой семье. С праздником! Закончилось богослужение пением праздничного тропаря, а прихожане стали поздравлять друг друга с радостным событием прихода в мир Спасителя. В этот день мы должны не только радоваться, но и воспользоваться этой великой возможностью приблизиться к Богу. Потому что Бог этого хочет от нас. Приблизиться к Нему мы можем только не в мыслях и не в мечтах, а только реальной и физической. Придя в храм, простив друг другу грехи и причастившись к телу и крови Христовых. А те семьи, пополнение в которых в этом январе пришлось на священный для миллионов христиан праздник Рождество Христово, лично поздравил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак. Так маленький Хамза стал замечательным новогодним подарком для своих родителей. Его мать Марина в Усть-Джигутинском роддоме не впервые. Именно тут она родила первых двух детей. И сюда же пришла за третьим. Первые роды у меня прошли в 2010 году. Только переехала в Москву. У меня мама здесь живет. Но я целенаправленно прилетела не только из-за мамы, но и только из-за Зимфиртохчуковной, если честно сказать. Вторые роды у нас были в 2016. Тоже девочка. Ну, уже как-то и стояла на учете постоянно там. Но все равно рожать обратно к ней. И, ну, вот, третьи роды – мальчик долгожданный. Я ж не могу их обделить. Девочки все здесь, и мальчик тоже только здесь. Маленький Хамза – единственный мальчик, родившийся в Усть-Джигутинском родильном доме за новогодние каникулы. А вот девочек на свет за эти дни тут появилось сразу семеро. На второй день после Рождества всегда празднуется Мария, которая родила Христа. И сегодня день мамы, так можно сказать. Мы сегодня с утра во всех храмах совершали службы, во время которой благодарили Марию за то, что она родила Христа. Благодарили ее за ее материнский подвиг. Но и сегодня сам Бог велел благодарить наших мам за подвиг, за то, что вы рожаете в наших детей. А самое главное – благодарить вас за ту любовь, которую вы воплощаете в детишке. Взволнованные матери были приятно удивлены. Такого душевного поздравления никто из них в этот день просто не ожидал. Очень было приятно. И, конечно, очень было неожиданно, что к нам приехали вот так поздравлять. Такие дни не ожидали никого, кроме своих родных. И вот то, что приехал батюшка, нас поздравил, было очень приятно. И спасибо, конечно же, и за подарки тоже. Праздничные визиты архиепископа Пятигорского черкесского феофилакта в родильные дома республики за последние годы успели стать доброй традицией. Год мы начинаем очень хорошо. В этом году я начинаю его здесь, в Ужигутинской больнице, посещаю родильное отделение, где по традиции поздравляю на второй день Рождества наших мамочек с рождением детей. Традиция уже установилась. В прошлом году я посещал город Черкесск. Но вот захотелось посмотреть на больницу, о которой очень много слышал. В том числе скажу, что священник местный, пятерых детишек родил тоже здесь. И глядя на них, восхищаюсь этой детворой, но понимаю, что за этим стоит большой труд медиков, большой труд врачей, медсестер, которые помогают нашим мамам. А пока новоиспеченные родители радовались прибавлению в семье, маленькие православные христиане Карачаева-Черкесии побывали на традиционной архиерейской елке. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитанники социальных учреждений и воскресных школ. Всего около трехсот ребят были приглашены на уже полюбившуюся всем архиерейскую елку. Василиса Шаламова, как и большинство из этих ребят, на подобном мероприятии впервые. Мне понравилась вся сказка, но самый персонаж любимый – конь Юлий. Для детей было подготовлено целое рождественское представление. Первым на сцене появились давно любимые всеми сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. В течение часа опытные аниматоры от души развлекали детей. А куда идти-то знаешь? Куда-куда? На селе! Пойдем так, так здесь юг, там запад, там юго-восток, значит, там селе! Все, пошли! Знаю, куда нам, куда! Архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт, посетив благотворительную елку, поздравил всех присутствующих с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Я надеюсь, что сегодняшний праздник и для родителей, и для их детей станет самым памятным началом года, который, да и Господи, пусть будет мирным, добрым и светлым. Довольны в этот день были все – и взрослые, и дети. Каждый смог погрузиться в атмосферу сказки, которая царила во Дворце культуры Черкеска на протяжении всего мероприятия. Приезжаем сюда не первый раз, нам очень понравилась сказка, очень много всяких различных героев, одеты, играют хорошо, красиво. Мне понравилась Деда Мороз и Снегурочка, и Баба Ига, и Снежная Королева. В такой елке я участвую уже четвертый раз, мне больше всего понравился конь. А почему? Потому что он смешной. В завершении все ребята получили сладкие подарки от владыки, а сам Феофилак признался, что уже с нетерпением ждет своего очередного визита в Карачао-Черкесию, который намечен на крещение. Не представляю себе праздника крещения вдалеке от города Черкеска. И вдалеке от возможности осветить воды Кубани, пообщаться с горожанами, и в этот замечательный день встретиться здесь обязательно, планирую быть в городе. Весело и с пользой провели новогодние праздники и туристы, посетившие наши курорты в этом году. Горы, снег и чистый воздух – залог хорошего настроения и самочувствия. В последние годы Архыс на слуху в первую очередь у любителей активного отдыха. Сюда едут со всей страны и даже из ближнего зарубежья. О популярности этого курорта убедительно говорят цифры. Например, в сезон количество катающихся на этих склонах превышает численность населения всей Карачао-Черкесии в два раза. В эти праздничные дни покорять горы в Архыс отправилось 3000 человек. Всего за шесть лет на горных склонах вырос прекрасный курорт, который можно посетить всей семьёй. Но Архыс не стоит на месте и с каждым годом число новых трасс растёт, радуя как новичков, так и опытных спортсменов. Мы запускаем северный склон. Это порядка более 10 километров дополнительных трасс. Причём трасс таких более сложных. Здесь и чёрные трассы есть, и красные трассы есть. И зелёная трасса тоже наверху будет для начинающих кататься. Это совершенно другой снег, так скажем, совершенно другой уровень катания. И я считаю, что наши туристы от суперпрофессионалов до только-только начинающих смогут удовлетворить свои потребности на нашем Архызе. Благодаря системе искусственного снижения склонов на всех трассах обеспечивается высокое качество снежного покрытия. Не случайно каждый, кто хоть раз побывал в Архызе, мечтает сюда вернуться. Нам очень нравится Архызе. Мы четвёртый год сюда приезжаем. Замечательные трассы, замечательное обслуживание. Я был на всех ближайших курортах. Я скажу, что по соотношению цены-качества это лучший курорт. Нам нравится, что здесь очень безопасная, замечательная горка, в которой могут и дети кататься, и взрослые, и начинающие, лыжники. И большие просторы, и места всем хватает. Замечательный курорт. Весело, много людей, подъёмники хорошие. Трасса тоже хорошая, снега много. И вообще атмосфера очень позитивная. Но даже когда сойдут снега, интерес туристов к этому месту не пропадёт. Ведь Архыз – всесезонный курорт. И даже летом здесь множество вариантов для семейного отдыха. А знаменитые кавказские пейзажи завораживают взгляд в любое время года. К тому же уже в эти выходные состоится официальное открытие северного склона в посёлке Архыз. Редактор субтитров А.Семкин